Дамы и господа, подписывайтесь на экспериментальный блог из леса степи. Оригинальный контент, обсуждение разных тем и лайв-видео из самых различных и живописных ебеней. Обзоры безлюдных и заброшенных мест, интервью с бомжами, походы и ночевки в лесу. Скрытая съемка, креативный и необычный подход к видеоблогингу и многое другое. Человек в маске ждет вас у себя на канале. Подписывайтесь, ссылка в описании. Компуктер. 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 Я учусь и работаю одновременно. Подрабатываю дежурным санитаром. Ага, ну понятно, что ты в медиа учишься, да? Да. А какой у тебя факультет? Ну, факультет лабораторной диагностики. А ты расскажи, кто вскрывает трупов? Это врач, санитар или кто это делает? Делает санитар. Врач приходит уже и шинкует, что ему нужно. Он смотрит на готовое уже скрытое тело. Про гистологию расскажи, про всю эту шнягу. Вот, я лаборант-гистолог, можно так сказать. Вот, вот, вот. Я уже работаю после этого. После того, как врач вырезал, я готов для него препарат. То есть, расскажи ещё раз, объясни конкретно, ясно и понятно, что делает санитар, что делает врач? Санитар непосредственно вскрывает тело, моет полы, ну, делает влажную уборку, короче, помещение, дезинфекцию инструмента и так далее. А врач, он берёт, что ему нужно, аутопсию. Аутопсия – это материал с мёртвого человека. Ты поподробнее расскажи, что он. Он берёт там кусочек лёгкого, кусочек печени или ещё там чего. Ну да, он берёт с каждого органа, по чуть-чуть, что ему нужно. Он разрезает всё с каждой стороны по несколько раз. А объясни, зачем? Мозг, например. Начнём с мозга. Вот, например, кровоизлияние. Он берёт, разрезает мозг на несколько частей. Ну, на третье части сначала. Он видит это кровоизлияние и берёт вот именно с этого места себе материал. Вот он берёт, потом лаборанты это всё делают, ну, окрашивают. Ну, то есть, блин, они режут сначала этот орган, после того, как его замочили в формолине уже. Они режут на специальном аппарате-микротоме. Режут, потом уже приклеивают на стекло, на такое прозрачное предметное стекло. И затем врач микроскопирует. И уже определяет, что там не в порядке, что в порядке. Так, исследует и дальше. Чё он там? Там же писанина какая-то, наверное. У него больше писанина, вот именно. Он пишет больше диагноза за всякие вот эти вот всё, что там. Я работаю вечером, я принимаю тела. Ну, принимаю, оформляю их документально и кладу в холодильник. Там специальный такой подъёмник, как бы, ты закатываешь просто его. Вот, ну, приносят эти, ну, считай, грузчики, похоронное бюро. Там ребята такие большие, здоровые привозят. Пять часов вечера пришёл, ну, сидишь, ждёшь, ничего особо не делаешь так. Там, то есть, интернет у нас есть. Вот, ну, один ты находишь. Нет, 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 дорогой мой хороший, ты же человеку не дал ясной картины. Когда ты приходишь туда, ты же, наверное, ты уже не чувствуешь этот запах. Там нет запаха такого, как такового. Да ладно. Запах? Да, я честно говорю. Запах обычно бывает при вскрытии. Вот именно, например, ну, или там ракового больного, кого-то привезли, бывшего больного. Вот, его, ну, от него есть такой немного запах неприятный. Вот, а при вскрытии там вообще жесть. Вот, особенно при инфекции, например, в лёгких, гной в лёгких. Я понял, то есть, у вас, у вас нихера там не пахнет, да? Ну, запах есть такой специфический, но не такой, что прям там, как разлагающийся труп. То есть, у нас всё по полочкам разложено, все, даже бомжи у нас лежат аккуратно всё. Ты в хорошем заведении работаешь, в хорошем заведении ты работаешь. Всё у нас делают вскрытие судебная медицина, армейская судебная медицина, военная, то есть. Военная судебная экспертиза. Вот, и недавно привезли офицера, вот, у него было 7 ножевых ранений в левой части, вот здесь прямо. Здесь 5 и 2 в спине. Вот, то есть было очень много крови, там привезли его солдаты-срочники с офицером тоже. Так что произошло-то? Они в шоке были, там столько крови, блин, они такие, прям, не знаю, брезгуют, боятся. Они кидают меня на каталку. Я тоже, как бы, я недавно работаю, там, полгода. То, что он занял денег контрактнику, и этот контрактник его и убил, зарезал. Ты пришёл на работу, ты сидишь в интернетике, и что ты ждёшь? Домофон. Стоит домофон с камерой у нас, вот. И они обычно звонят домофон и говорят, ну, доставка пиццы, например. Не-не-не, они так, не так. Они звонят и вот так вот. Толя, открывай, это я, Сергей. Ну, это была тонкая, тонкая шутка о Серёге Симоне и Виталине. Ну, ладно, не суть, ладно. Ну, 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 ну. Обычно они шутят про доставку пиццы. Такой юморок, юморок чёрный. Вот, ещё был случай, что привезли утопленника, тоже солдата. Вот, расскажи об этом. И о запахах, вот, можешь подрассказать. И о формах. Не-не-не, вот этот был жуткий запах такой. Он как бы лежал там две недели, что ли, в воде. Вот, там, его сложно было опознать, кто это вообще. Он такой тёмный весь был, чёрно-синий какой-то. Я зашёл в секционный зал случайно, такой, открываю, там врач стоит и много военных, человек пять, наверное. Смотрят все в масках, я такой, здрасте. Здрасте. И прямо на меня такой духан идёт с открытой двери. Ну, там жесть, там везде вытяжки стоят. И кого обычно привозят? Ну, обычно привозят из больниц, там, бабули всякие. Бабули, дедули там старенькие. Бывают, конечно, молодые, там, ВИЧ, туберкулёз. Вот они частенько тоже бывают. А как же гепатит С, чтобы не было морщин на лице? Все вот эти вот болезни инфекционные умирают рано. Бывает такое, да. Дюркулёз можно хапануть тогда, когда скрывают черепную коробку. Черепную коробку скрывают такой маленькой болгаркой. Когда начинает сверлить череп по всему периметру так, то пыль вот эта поднимается, и из-за этого она может попасть в дыхательный пути, и маска не поможет особо. Там даже респиратор может не помочь. А ты же нашим телезрителям не рассказал, какая у тебя форма. Да, обычная форма. Синий этот костюм и маска. Ну, маска даже не обязательно. Я даже перчатки не надеваю. Она на... Как, подожди, как это? Ну, а зачем? Ты что, миленький? Я потом просто руки... Охуел, что ли? Ты серьёзно? Да. Как, блядь, бессмертные люди. Я... Ну, ладно, ничего. Дураков в жизни учит, ничего страшного. А на ногах у тебя что? Тапочки-адидас. Ага, ага. То есть у вас на полу нет такого вот слоя... Блин, как бы это политкорректно-то выразиться. В общем, на полу у вас там нет этой жижи. Нет, конечно, всё чисто. Всё чисто. Какое у вас хорошее заведение. Да, очень хорошее заведение, на самом деле. Все боятся его, ну, там очень спокойная работа. Ещё я отвечаю, например, если привезли тело с крестиком, я отвечаю за этот крестик серебряный, например, или цепочку там, ну, неважно. Золотые зубы там, ну, всё вот это. То есть если в документах написано, что это есть, я должен проверить, залезть в рот и посмотреть, есть ли там золотые зубы. А ты бывал такой, что подворовывал, например, что-нибудь? Нет, это уголовное преступление. К нам привозят только военные субмедэкспертизы. А-а-а. Особенность экспертная городская, она находится отдельно, это совсем другое подразделение. А-а-а, вот оно что. Там, да, там запах есть. Там, я отбыл там, да, пару раз. Что ж ты сразу, я тоже тупанул, понятненько, понятненько, я вот не догнал, да. Телофа, ты ещё не нюхал, не нюхал настоящей жизни. Я в армии понюхал жизни. Да, понятно, понятно. То-то я думаю, что ты без резиновых сапог, без перчаток, всё ясно, понятно, всё ясно, понятно. Расскажи там, как труп скрывают. Вот ты рассказал, болгарочкой, например, да. Черепную коробку. Да-да-да, всё правильно. А грудак, что у тебя в руке? Пила, например, грудная клетка. Да, там и пила есть, то есть режут там, где хрящи. То есть не прямо ребра режут, а хрящи. Понятно. А все внутренности человеческие? Внутренности вытаскивают, все там обрезают их. Сначала около горла обрезают, затем с обратной стороны органов, как я не знаю, как объяснить. То есть возле спины, так сказать, да? Вот, он от позвоночника от всего, от этого отделяет и кидает всё на столик специально. А там уже врач смотрит и шинкует это всё, что ему нужно. А санитар уже стоит, смотрит просто. Да, в голову засовывают какие-нибудь тряпки там или подгузник, например, зашивают голову. А все органы вместе с мозгом кидают в грудную, ну, в брюшную полость вот это всё. И гражданских, и вояк привозят. Я просто их стою в холодильник и на следующий день их скрывают уже. Зашили, правильно? Вы зашиваете уже? Конечно, да. Там всё аккуратно. Отлично. Затем санитар одевает тело. Ну, одевать тело это не входит в обязанности санитара, поэтому это отдельная услуга уже и оплачивается. А есть там, вот, допустим, если там авария какая-нибудь, там, гримируете, например, или что-нибудь такое? Да, да, грим, всё как положено. Военных одевают военную форму, затем цинковый гроб. Ну, про цинковый гроб, по-моему, кто-то в прошлом видео рассказывал, как он выглядит, офицер. Вот офицер. Там его просто кладут в такую капсулу цинковую железную, по форме гроба она. И, ну, когда положили тело туда, его запаивают паяльником таким специальным, ну, или обычным паяльником, я не знаю. Вот, запаивают и кладут в гроб и закрывают уже крышкой сверху. То есть, там просто открываешь гроб и там уже капсула лежит цинковая. Нет. Чтобы вскрыть и посмотреть на тело, надо уже, ну, открывалка, можно сказать, или ножомка каким-нибудь острым. Вот у меня вопрос, это же такая работа очень специфическая, ты же не пришёл такой, эх, сегодня кайлом помашу, там же и молодых привозят, ну, к этому же привыкнуть, наверное, нельзя? Да, можно привыкнуть к этому. Почему он привыкает? Ну, у тебя должна быть очень сильная психика, ну, я не знаю, или тебе вот всё индифферентно должно быть, например. Просто, как мне кажется, может, я человек такой, к этому привыкнуть нельзя. И обычно там люди, это будет следующая часть нашей передачи, обычно там очень сильно бухают. Ой, я даже не знаю. У вас не бухают? Рабочие вместе никто не пьёт. Никто не пьёт? В корпоративе всякие. В корпоративе бывают всякие, где они просто собираются, все врачи, санитары там, лаборанты. Что за место там такое волшебное? Прямо заходить, какая-то сказка. Смотри, как это здание вообще, представь, как оно выглядит. Два этажа, то есть, один этаж и сокольный этаж. В сокольном этаже проходит скрытие. А сверху, как первый этаж, там уже главный, ну, не главный врач, ординаторская, со всеми патологоанатомами, там лаборанты, лаборатория и комнату вырезки, где вырезают эти органы после того, как их замочили в формолине. Там есть какие-то баночки со спиртом, я там телефон протираю иногда. у вас скучная работа, какое-то место у тебя вообще скучное. Слушай, ты многое потерял, не суть, ладно. То есть, у вас там не колдырят как сумасшедшие? Да нет, конечно, такого нет. Может, он привозит иногда подарки всякие, бывает, виски привозят даже кому-то, ну, врачам там. А-а-а, то неинтересно. Не-не-не, у тебя неинтересная работа на самом деле. Ну, ладно. Хорошо. Так, подожди, и всё-таки ты как-то без особых колебаний всё это переносишь, да? У тебя нет внутреннего какой-то напряжения? Может, тебе поначалу они снились? Нет, ну, когда ты засыпаешь, ну, то есть, я сплю иногда на работе, когда засыпаешь и зазвонит этот домофон, там такой противный звук, что ты просто скакиваешь так резко, бежишь открывать быстрее. Дома, 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 когда ты приходишь домой и ложишься. Не бывает такое, знаешь, вот как это какой-то бухгалтер, он там дебет с кредитом никак не может, вот не сходится у него, и он думает всё это и засыпает, ну, как же там, что же, всё, или тюрьма нахуй, или что делать-то. А ты дома, ты приходишь домой и так, этого порезал, этого завтра или что, и всё, и засыпаешь. Ну, да, так и есть. Но ты или очень сильный человек, или от мороза к такой нормальной, потому что, я не знаю, может, это я какой-то впечатлительный такой чувак, я бы к этому не смог привыкнуть, например, не знаю. Как ты считаешь, как ты себя можешь охарактеризовать? Ну, блин, в первые дни, говорю, было очень страшно, в принципе, ну, не очень, но, так, страхово, можно сказать, потому что, когда начинается ночь уже, то есть, 12 часов, то уже темно, и там ещё камеры стоят, камеры ночного видения по всему периметру, там, то есть, ты смотришь на эти камеры, там, какая-нибудь собака пробежала, тебе там страшно становится. ещё звуки иногда, как будто за стенами, что-то шуршит, там, падает какая-то, поделка, что ли. Да, стены такие, а не пластиковые. Что-то не весёлые какие-то истории. Нет, нет, всё нормально, я имею в виду, всё это, знаешь, как обыденность такая, всё как будто в порядке вещей. Вот, вот, допустим, я не знаю, у тебя же девушка, наверное, есть, да? Да, я сначала думал, она будет брезговая, да? А тебя не пахнет чем-нибудь вот после этого? Ну, ты же говоришь, что не пахнет. Не пахнет чем? Не пахнет. Говорит, не пахнет. Я понял. Ну, для себя, я не знаю, может, ты никогда не задумался, вот, ты видел же, наверное, там, на столах, там, ну, может, молодых каких-то, не обязательно молодых, но просто, у тебя не посещали такие философские мысли, что, вот, это человек же, он недавно ходил, он о чём-то там думал, мечтал, раз там КамАЗ, например, разбил, и ты же понимаешь, что у человека там внутри, да, это совсем не душа, а просто обыкновенно вонючая требуха, и, как есть такая песня, полон дом говна. Да. Вот. Не, я думал, ты про другое спросишь там, про некрофилию. Не, 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 фу, мы же джентльмены. Такого, конечно, нет, это журналист. Нет, 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 это всё, это не моя тема, нет, нет, я только по живым. Ну, вот. Я имею в виду, у нас же фундаментальные философские темы. Тебе не приходило просто такие мысли, но после этого не было какого-то, ну, я не знаю, такого сексуального отвращения, например, или вот ты смотришь, допустим, на свою девушку и понимаешь, что внутри неё говно. И ты уж извини за такой натурализм, внутри тебя говно. А вот, кстати, рядом сидит, вот он уже, за компом. Ну, да, да, ну, и тем более, я откровенен, и прямо говорю, всё нормально, то есть у тебя стоит, правильно? Не на меня, не на мой голос, а в принципе. Не понимаю. всё нормально, у тебя нет там никаких расстройств, дисфункций после этого? Нет, это бред. Я понял, то есть и либидо у тебя сохранилось, всё хорошо? Так, отлично. Я же молодой. Ну, молодой, ничего. Блин, что-то я, это как будто мой бенефис сегодня по моргам, как будто я сегодня это рассказываю. А что там за люди работают вместе с тобой? Ну, молодые даже есть, очень много молодых. У санитаров всего два, которые вскрывают, там, ну, женщина взрослая и молодая, ну, чуть старше меня, может, на пару лет. Ну, а ты расскажи, какие усилия необходимо, чтобы разрезать, всё это вскрыть? Ну, конечно, первого вскрывать долго, первый раз, когда вскрываешь, ну, минут сорок, наверное, уходит. Ну, потом уже, когда привыкаешь, адаптируешься, они быстро очень шинкуют прям, могут за день, там, десять человек. Я понял, и они, надеюсь, это делают в перчатках, в масках? всё по правилам. Когда вскрывают тело, у тебя перчатки на рукавнике, этот фартук такой, он почти до пола. Я боюсь, ну, просто ты так сказал, что я там хожу без перчаток, ну, я не знаю, как-то это... Когда привозят тела, да, без перчаток, не обязательно же. А ты не боишься, ты не боишься что-нибудь хапануть? Да, когда привозят инфекцию, я вижу по камере, в домофоне, то, что, ну, мужики стоят в масках, поэтому я беру, одеваю маску тоже, одеваю перчатки, и по правилам всё делаю. Туберкулёз – самая опасная инфекция, которая есть в морде, в принципе. Потому что некоторые врачи переболели туберкулёзом, ну, слава богу, вылечились, если то не факт, что он опять не вернётся, потому что от последствий туберкулёзом можно умереть потом, ну, через несколько лет. А вообще вот туберкулёз инкубационный период, то есть период, когда тебе попала палочка, например, в лёгкие, то он 30 лет, по-моему. Через 30 лет ты можешь просто взять и заболеть, если у тебя ослабнет иммунитет. Бомжи не особо приятно. Ну, и некому забирать, государство их хоронит, 6 тысяч выделяет, их куда-то закапывают ещё. Где-то там, даже без гроба там. Ну что же, дорогие хиканы, сегодня, я надеюсь, мы с вами узнали много нового. Если вам понравилось, то ставьте классы, подписывайтесь на канал Хикана на Баван, донайте нас в Бабулинович пакеты, заказывайте рекламу и сигны. Спасибо тебе, Серёга. Слайк нам, Поблислав. До новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова